Новый год Можете прямо на пол сесть или лечь, как вам хочется. Хорошо, дорогие друзья, вы готовы послушать? Потом мы продолжим веселиться, потом продолжим течь в нашем пророческом помазании. Аминь. О, это ж я. Вам вообще нравится мой костюмчик? Да. Да, это такая индийская, короче, одежда, вы поняли? Мы с Олечкой специально сегодня решили колорит такой создать. Привезли вам чуть-чуть тепла из Индии. Так что грейтесь и питайтесь. Вот, дорогие друзья, почему мы так решили? Потому что в Индии мы пробыли месяц, я рассказывал в эфире, мы много там переосмысливали, смотрели по-другому. И это, я хочу войти вот в Новый год именно в этой одежде, как символе таком, который называется, до края земли. Потому что мы были там на краю континента, встречали рассвет с индийцами там, да, я рассказывал, не буду повторяться. И у меня прямо такое было ощущение, что нет вообще ничего невозможного. Мы в любую точку земли можем прийти и навести свои порядки там. Аминь! Аминь! И это не просто какое-то наглое заявление. Я чувствую нарастающую силу, прямо такое дерзновение делать это. И мы будем это делать. Аминь! И так, я уже говорил, мы объявили в небесной цивилизации, что следующий год мы объявляем годом чрезвычайной жизни, исключительной жизни. Давай дадим Отцу славу. Чрезвычайная жизнь. У нас была чрезвычайная школа Павла в этом году, и вы знаете, что будет в следующем году, так же будет школа Павла. И о чем будет следующий год? Что в нем такого чрезвычайного? Я хочу сделать несколько вот таких заявлений, о чем я думаю и куда смотрят мои глаза. Практически весь следующий год он будет посвящен теме божественности человека. Скажи, божественность. Это оу вау! Вся школа Павла практически будет направлена в русле, чтобы открывать и открывать эту божественность в тебе. И почему именно этот год? Потому что три года последние мы транслировали все, что способствовало приближению вот этой темы, божественность человека. Было много споров. Знаете, некоторые люди спорили даже с тем, что мы такие же сыны, как Иисус. Что мы вообще дети, но не в том смысле, что мы родились от Духа. То есть столько всякой ерунды мы пережили за эти три года. И у меня из... в Индии у меня появилось внутреннее сильнейшее свидетельство, что вот эта трехлетняя страница доказывания закончена, и надо ее перевернуть. И теперь мы не будем считаться ни с кем и ни с чем вообще. Все, мы расчистили себе путь. Можно сказать, для кого-то мы стали предтечь и войти вот в свое откровение о собственной славной божественности. Потому что у сынов Божьих есть свобода славы. Аминь. Вы тут? И эти три года это была подготовка. Буквально это была подготовка. Мы там во многие вещи входили, там созерцание. Мы там инструменты всякие рассматривали. Там о природе что-то свои получали. Многие люди не устояли с нами. Они сказали, нет, мы лучше останемся, будем скромными, рабами и все, и такое прочее. И перестали с нами быть, перестали нас слушать. Нас это не смущает, потому что всем этим людям все равно некуда будет деваться. Потому что я вам скажу, друзья мои, одну вещь. У человека по сути своей выбор только один. Либо признать свою божественность как сын от отца. Как явление отца. Либо оставаться в какой-то недоуменной растерянности. Что же я не понял, что происходит. Это называется в Библии смятением. Если ты не определишься в собственной божественности, тебе останется состояние смятения. Можешь прятаться в любую религиозную доктрину. Можешь зашиваться в любые удобные, там, как написано в Ветхом Завете, одеялко на себя натянуть и сделать вид, что ничего не происходит. Там написано, и одеяло будет коротко, чтобы укрыться в любой лжи. Аминь. И поэтому мы в этот год, вот почему он чрезвычайный жизни, потому что все будет сводиться к тому, что все, чему мы научились, все, что мы поняли, мы теперь будем реализовывать с огромной силой, страстью и смелостью. Аллилуйя. Давай отцу славу дадим. И я знаю точно, знаете, вот я скажу чуть-чуть за планы, и объявлю свой подарочек, небольшой такой подарочек. Подарки вы любите, да. Я очень хочу, это одно из моих таких, один из моих вызовов, чтобы сыны Божьи, они процветали. Ну, я про деньги. Про деньги. Вы что, решили в скромных сыграть, да? Деньги, деньги, это так, да? Нет, это важно. Все должно быть в наших руках. И вы помните, что у нас был курс Меч Соломона. Он, я его весь полностью записал, то есть многие отучились. Но я увидел такую картину, что многие его не прошли. Из-за чего? Из-за тестов. Мы ввели там тесты, которые являлись условием перехода в следующий урок. Я получил за последний год там миллион прям жалоб, что уберите тесты, дайте учиться спокойно. И второе, то что некоторые люди, они не прошли из-за, странно это звучит, технической сложности, потому что курс был на платформе, и они сказали, что платформа, то она плохо тянет, там интернет наш не справляется, еще что-то, много каких-то причин. И поэтому мы посовещались с командой, и с сегодняшнего дня курс Меч Соломона будет в открытом доступе в YouTube без тестов. Те, кто не доучился или что-то не успел вобрать, я еще раз настаиваю, вы должны процветать. Меня все в прямом эфире услышали. Курс Меч Соломона открывается в YouTube в открытом доступе с завтрашнего дня, с сегодняшнего, да? Прямо сейчас он откроется. Это первое. Мне кажется, это хороший подарок. Можно его штудировать, пересматривать, не ориентироваться ни на платформы, ни на тесты, ни на что. Просто занырни туда и вырви свой первый миллион. Амэн. Ну, можно и больше. Бывается, славу дадим. Следующее. У нас осталось 10 минут. До боя курантов, да? Следующее, друзья мои. Прямо сейчас мы уже начали с моими друзьями, с Альбертом и Поляной, мы начали записывать школу, еще одну школу. О, еще одна школа. Нет, это крутая школа. Мы ее пишем и сами тут плавимся. Знаете, вот тут прям... Она так и называется. Школа божественности. Халилюя. Мы ее начнем выдавать уже прямо скоро, потому что уже первые записи, они сделаны. И эта школа... Я сначала хотел ее начать со школы Павла, но нет. Мы сначала начнем эту школу, и она плавно будет вводить нас в те, кто там будет на школе Павла. Это будет вообще взрыв. И после школы Павла, возможно, она продолжится. Потому что у меня нет ни одной школы, которую я знаю уже там до буквы наперед, что будет. Мы всегда послушны помазанию. Аллилуйя. Как вам вообще такая мысль? Школа божественности. Потому что люди иногда знают, что мы боги, ну мы боги, но не знают, как с этим быть вообще, что с этим делать, как это открыть из себя, да. И мы будем буквально учить, как, ну учиться все вместе. Я даже не буду говорить, что я буду учить. Мы будем учиться все вместе, как открыть в себе божественность. И это тема буквально всего следующего года. Я верю, что многие, многие, кто будут в этом учиться и пребывать, они прямо почувствуют некую миссию вообще. Как будто они, не как будто, а реально они поймут, что они те, кто послан из наднебесия влиять на небеса, не только на землю, и на небеса, и на землю. Аминь. Звучит грандиозно, правда? Давай, Асуславу дадим. Итак, можешь себе пометить, ждем школу божественности. Конечно, она будет платной. Нет, нет, друзья мои. Она будет бесплатной. И на нее будет попасть очень легко. Мы сделаем все, чтобы она буквально была доступна каждому. Потому что расчет здесь не на то, чтобы какой-то узкий круг учился, а чтобы произошел прям взрыв. В медиапространстве между людьми мы реально повыбиваем все подпорки у тех, кто еще пытается строить какие-то плотины на пути к открытию божественности в Сынах Божьих. Аминь. Как вам это нравится? Терско, да? Я не знаю, но я нигде не слышал про школу божественности. Может, где-то ее и проводят. Ну, нас очередной раз скажут, что мы сошли с ума. А мы просто ответим, и это не закончится. Никогда! Давай, отцу славы еще дадим! Вау! Как вам новости? Божественные. Вот это и есть чрезвычайная жизнь. Два названия. Чрезвычайная жизнь для тех, кто еще боится произносить божественность. Ну, чрезвычайная, ладно. А мы-то знаем, что чрезвычайная жизнь – это жизнь в сознании. Ныне, что ты божественный, не станешь божественным. Никогда-то был божественным. А был, есть и грядешь. Божественный Сын Божий! Аллилуйя! Вау! Меня просто... И у нас там будет отдельная линия такая для молодежи. Да? Молодежь. Мне уже помогают тут. Вау! Молодежь! У нас все молодежь, даже кому за 70 все равно. У нас одна только цифра. Самый крайний потолок возраста. Какая? 33 года. А я хочу быть старцем. Не получится. Потому что старцы, они должны взять венок и положить к ногам молодого парня, которому 33 года. Вот такие дела, друзья мои. Два отцу славу дадим. И почему важно, кто-то может сказать, у нас даже есть такой вопрос в этой школе. Ну хорошо, божественный я, это можно намазать на хлеб там или как этим вообще пользоваться? Какой толк с этой божественностью? И я отвечаю на такие вопросы. Я говорю, можно намазать, и не только на хлеб. Аллилуйя. Почему? Друзья мои, у меня еще 4 минуты есть. Скажи со мной это слово. Человек. Человек, друзья мои, это воплощение Бога. Это тот формат, если так можно сказать, тот, та новая ипостась, в которой Бог решил жить сам лично, сотворяя землю. Поэтому написано, он объявил это намерение, он сказал, вселюсь в них, буду ходить в них. Что такое ходить в них? Буду смотреть их глазами, буду двигать их ногами. Я буду гладить их руками. Я буду прижимать детей, взрослых. Всех, кто в этом нуждается, собирать под крылья. Бог решил быть в образе человеческом и сотворил славную землю. Точно так, как человек, это воплощение всего лучшего, как написано, полнота божества телесно. Точно так, земля, это воплощение всего лучшего небесного. Полнота божества телесно. Вы тут? Полнота божества телесно. Вы здесь? Да. Земля, это полнота небес материально. Я знаете, я в интернете написал это, и мне начали говорить, писать прямо. Земля место страданий. Земля проклята. И эти стоны. Я понимаю, о чем стонет всякая тварь, которая пишет мне в интернете. Ну так написано, все творение, вся тварь совокупно стянает. И поэтому через эти интернет-публикации выявляется, кто же эта стонущая тварь на самом деле. Я понимаю их стон. Я понимаю их стон, потому что они не знают. Они от недостатка ведения не просто погибают, но еще и мучаются. Тварь написано, мучаются до ныне. Вы здесь? И для чего нужно открытие божественности? Послушайте меня очень внимательно. Человек является жизнеобеспечивающим центром всей планеты. Буквально портал единственный. Вы здесь? Скажи портал. Единственный. По которому между небом и землей происходит круговорот жизни. Ни ангелы, ни слава, ни жизнь, ничто другое не может циркулировать между небом и землей без тебя. Поэтому, когда эти образы, лестница Якова, я говорил на днях из Германии, из Чехии на эту тему, лестница Якова, Иисус четенько показал, что по человеку ангелы сходят и восходят. Круговорот огромных энергий, началь, сил, властей. Только через человека, мой друг. И это ответ, почему тварь стянает. Потому что, когда ты закрыт, и божественность в тебе не является, они задыхаются. Ты их воздух, ты их вода, ты их пища. Поэтому Иисус пришел и говорит, я хлеб, я источник. В Сыне соединилось все небесное и земное. И кто-то думает, ну это просто Сын, Он соединил небо и землю. Но на самом деле человек и был предназначен тем, кому Бог сказал, плодитесь, размножайте и наполняйте землю. И все думают, плодитесь, размножайте, ну и соответственно наполняйте населением землю. На самом деле не так. Наполняйте землю, это не касается размножения и родов детей. Все, чем может быть наполнена земля, происходит только через человека. Мои дорогие друзья, мы сейчас будем входить в этот Новый год. Давайте встанем. Боги идут в 2024 год. И не просто Боги, а единый Бог, единое сознание, единый Дух. В количестве сколько угодно много нас, наших улыбок, наших глаз, наших сердец, наших душ и тел. Аминь. Готов ходить. Считай. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. С Новым годом! С Новым годом! Обнимайте друг друга, Боги! Эй! С Новым годом! 20-24 уже здесь. И друзья, всех на прямом эфире, мы поздравляем вас с Новым годом. Будьте счастливы, будьте благополучны, будьте божественны и совершенны, потому что у вас все получится, все будет так, как вы хотите. Ибо не мерный Бог дал Духа, но все отдал в руки Сына. Халлилуйя! С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин